Каракирей Кабанбай Батыр, настоящее имя Яросыл, родился в 1692 году в нынешнем Уржарском районе Восточно-Казахстанской области, умер в 1770 году, похоронен там же. Один из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, полководец и поединщик. Известный востоковед и историк Машкур Жусип Капеил и говорил, у казахов не было Батыра, как Каракирей Кабанбай. Кабанбай Батыр происходит из ветви Байжи Гитрода Каракирей племени Найман, удостаивался звания хан Батыры, богатырь хана. Занимался миротворческой миссией, вершил суд в обществе степняков. О Кабанбай Батыре были сочинены исторические эпосы, Жир, Ер Кабанбай, Киса Кабанбай и другие. В 1691 году в семье Батыра Кажагула родился мальчик, которого назвали Яросыл, благородный верный. Еще подростком он опередил в физическом развитии многих своих сверстников и получил прозвище Нарбала, то есть рослый юнец. В юности он совершил подвиг на берегу Зайсан, убив копьем напавших на людей диких кабанов, после которого его народ начинает звать не иначе, как Кабанбай. Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая, и всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в поединке джунгарского богатыря, Грозного Даландаши. Затем в жизни молодого воина были такие кровопролитные и запоминающиеся сражения, как Аигосская, Алакульская и Булантинская. Во главе казахских отрядов Кабанбай вместе с другими батырами Багенбай Батыром и Ерженебеком освобождал от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Восточного Казахстана. Большую часть жизни Кабанбай Батыр провел в седле боевого коня. За это время принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли и ни в одном из них не проиграл. А в жестоких поединках поверг 54 противника. Отличался необыкновенной физической силой, согласно легенде, поднимал на плечах лошадь полтонны. Герой казахского национально-освободительного движения. Начинал карьеру с рядового, постепенно поднимаясь по лестнице военной иерархии, командир отряда Жузбасы, полка Менбасы, крупных соединений, Туменбасы. В 1723 году Кабанбай был назначен начальником обороны священного города Туркестан, столицы казахского ханства. Руководил казахской армией в целом ряде стратегически важных сражений. В Усть-Каменогорске в его честь была переименована улица Пролетарская, а в 2014 году был установлен бронзовый конный памятник Кабанбай-Батыру высотой 6 метров, с пьедесталом 13 метров. Вся информация взята с сайта Википедия, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.